Привет, мои хорошие! Получила я опять рыбку на обзор из города Астрахань. Давайте-ка мы с вами откроем и посмотрим, какая рыбка там сейчас. В прошлой посылке Кирилл мне её всю расписывал. Посмотрим, расписал ли он сейчас. Рыбка такая вкусная, что я не отказалась от очередного обзора. Так, здесь письмо. Фишка. Ой, Борис, открыть не могу. Ой, как красиво, печать, почти сургучная. Фишка. Открываем, смотрим. Добрый день, Любовь, спасибо за ваше творчество. Мы с вами уже стали хорошими друзьями, подготовили для вас новые позиции на пробу. Наша команда с искренней любовью, аккуратностью собирала эту посылку. Для нас важно, чтобы вы попробовали частичку Астрахани и окунулись в атмосферу нашего города. Надеемся, вам всё понравится и вы останетесь с нами. Ваших друзей и подписчиков тоже ждут вкусные подарки. Ваша команда. Фишка. Очень приятное письмо. Доставка астраханской рыбы для истинных ценителей. Фирма Фишка. Слушай, Борис, посмотри, как всё упаковано. Посмотри. Каждый сорт рыбы в индивидуальной упаковке. И здесь даже написано. Щука. Видно? Щука. Здесь. Лещ, наверное. Либо лещ, либо лень. Лещ. Лещ. Это лещ. Конечно же, это лень. Если короткая, то лещ. Если толстая, то лень. Сопа. Написано. Дальше. Краснопёрка. Ребята, сразу можно разобраться, что это. Особенно, когда человек не знает, что это за рыба, но бы хотел заказать и попробовать. Окунь. Написано. Дальше. Густера или густера, Дим? Густера. Густера. Я даже не слышала о такой рыбе. Это белая рыба. Это вот сапа, густера. А, ух ты. Судак. Упаковка индивидуальная. Вот так вот, даже если на пробу кто возьмёт. И печать, видишь? И на печати написано, что за рыбка там упакована. Слушай, класс вообще. Сразу можно разобраться. Кусочек, по-моему, в филе, а не цельный. Не знаю, не знаю. Потом посмотрим. Вобла. Вобла, да. Наша с тобой любимая Вобла. Как я подожжу, сразу появилась Вобла. Да, 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 да. Очень приятно, что вот так всё упаковано, расписано. Поэтому можно брать на пробу и можно брать в подарок. Человек, для которого будет предназначаться этот подарок, сразу поймёт, что за рыбка в каждой упаковке. Что такое? Рыбкой пахнет. Рыбкой пахнет. Женя, выбирай, что будем пробовать. Запахи, запахи. Наконец-то наступил вечер, когда мы решили попробовать рыбку. Ну, естественно, по традиции с пивом. Так, право выбора. Дмитрий. Да, ты у нас рыбак, ты будешь выбирать, что мы будем пробовать. Помягче, пожёстче. Дима, ну ты спросил у больного здоровья. Давайте тогда с классики. Давайте с... С леща. А это всё убираю, это не будем пробовать. Нет. Давайте прямо через одну. Ну, я не знаю просто, здесь что ещё. Какая-то щучка, вот судачок и сапог. Во, во. Давайте нам три, на четыре, на четыре. Да, просто всё сразу попробовать, конечно, невозможно. Нет, давай сначала леща. Ой, какой прям розовенький даже. Ага. А он не очень кослявый? Нет. Ой, Дима, какая красота. А-а-а, жирный. Да, он жирный. Пальцы скользят. Кому больше захочется? Мне. Самое интересное, что мне тоже хочется. Спасибо большое. Ой, прям красненький. Ой, это просто шедевр. Ты посмотри, Алла, Алла. Ты посмотри, что делается, Женя. Женя, это мне дали попробовать. Женя, куда ты? Это мне дали попробовать. Покажи, какой он, Дим. Дай ей хоть кусочек. Так тут, это же плавничок. Ой, какой жирный. Слушай, это вообще. А я не хотела пробовать. Сейчас дам, подожди. Да сейчас. Ой, он сладкий. Так, вот это вот, подожди, Женя. Да подожди, тут кости, Женя. Подожди, кость вот тут попалась. Это не тебе. Мама, будешь пробовать? Не. Да потому что делается. Я пробую. Очень вкусно. Сладенький. О, это мечта, ребята. Чтоб я тоже дерево больше. Ой. Ну, короче, вот. Для, так сказать, любителей. Да, я люблю пузырь. Ой, вкусно. Олге. Он чистый, свежий, более-менее. Если это какой-нибудь озерный лещ, который стоял там, всю жизнь питался, и он, ну, там, все, ячевочка, это, стоящий в воде. Он и будет пахнуть. То же самое с щукой. Щука не обязательно будет плохо пахнуть. Да, сом нам тогда помню, что прислали они же. Да. Великолепно. Да, не пахнет чем, да. Речной. Хотя, самый обычный. Речной, да. Ну что, судачка? Потом, опять-таки, сом, наверное, совсем... Ну, сомик. Нет, я не знаю, какой он был, нам прислали только вот так. Давайте тогда сделаем себе брендинг. Судак. Написано судак, смотри. Судак. Ну, да, сейчас проверим. Да. Потому что очень часто за судака дает берша. Судака клыки есть. Этот клыкастый. Ну, такой, на грани зачета. Дима, и не надо ловить. И он, по-моему, потрошил. Кулак, да? Нет. Нет, они все целенькие, в том-то и дело, да. Кстати, я могу ошибаться, но, может быть, он какой-нибудь весенний. Ух ты, клыкастый какой. Прям пиранье, а не судак. Ну как? А по-хорошему. Борис разделывает судака. Никогда не пробовали. Первый раз пробуем судака. У него пикишок-то нет. Они прилипли к спине. Вот что значит, мы никогда не пробовали судака, мы не умеем его разделывать. Со спинки кусочек вот. У меня есть. Пробуйте. Кто так? Сейчас, давай. Ой, большой кусочек. А можно мне поменьше? А то я не успею. А там же костей нет. Я не смогу все попробовать. И дело не в костях. Я же хочу все попробовать. Мяса как много. И костей нет. Судак. И не пахнет. Что мы его ловим-то? Или у меня отбило запахи, или я у меня не пахнет. Не-не-не, хорошо пахнет. У меня очень вкусный. Да, он без костей. Ой, ты вкусный. Вкусная рыба. Интересно, у них в продаже пузыри есть? Астраханский. Ой, крупными каплями капает жир. Что ж, на полноте. Ну неплохо, я все-таки живу. Нет, он не капает, не капает. На тебе вот. Ну, на те судака с берега. Ну, есть места, я просто их не знаю. Судак мясистый, видишь? Вот это точно в облаку. О, какая. Дим, прям переливается, Дим. Два дня занимались бассейном. Мои и сейчас продолжают заниматься бассейном. Ребята. А я сбежала. И я решила почистить себе воблу. Воблу я люблю с детства. Ой. Люблю очень обсасывать плавнички. Вот так вот чистишь. Сидишь. Ребята, у меня уже слюна бежит. Ммм. Какая вкуснота. Астраханская рыбка. А в особенности астраханская вобла. Ммм. Слышу шаги. Ха-ха. Женька бежит. Она все время чувствует, когда я начинаю разделывать воблу. Она ее любит так же, как и я. А я сижу, наслаждаюсь и сама себе говорю. И пусть весь мир подождет. Я уже почистила воблу и хотела вам показать. Посмотрите, как она светится изнутри. О, ребят, красота. Свеженькое. Мясо красное. Ммм. На солнышке. Янтарная рыбка. Пока мои работают, я уединилась. Вы слышите этот рост? Да. Икра. Пузырь. Очень люблю жареный пузырь. Раньше почему-то говорили, что алкоголики любят жареный пузырь. Вот. Я его тоже очень люблю. В прошлый раз попробовали все и сразу нахватались. Но все-таки воблу. От фирмы Фишка. Не сравнишь с магазиной. Вы мне там пишите. Вот, в магазине можно купить. Купите. Купите, ешьте. Я в магазине уже брала. Покупаешь. Дорогущая. По 150 рублей рыбка. Но есть ее невозможно. Это, посмотрите, какая. Мясо все аж светится, ребята. Я не знаю. Прям сглатываю. Наслаждение. Кто-то ее без пива не любит. А я? Я могу вот так вот сесть и перед телевизором съесть целую рыбку. Очень вкусная. Надо в своей жизни хоть раз попробовать настоящую воблу. Настоящую астраханскую. И вот фирма Фишка дает такую возможность. Пузырик. Смотрите, какой. Не мутный. Полненький. Не лопнувший. Казалось бы, просто рыбный пузырь. Пузырь рыбы. Но у свежей рыбы он вот такой. Через него светится солнышко. Икра свежая. Слегка подсоленная. Просто даже тает во рту, не прилипая к зубам. Не имеет горечи. Сладенькая. И мяско. Смотрите. Это ж картина маслом. Нет. Это картина рыбой. Вобла. Одно название, что говорит. Вобла. Чтоб я так жил. Мужчины есть рыбу не умеют. Они торопятся. А вот мы берем маленькие кусочки, кладем на язык и рассасываем, испытывая несравнимые ни с чем удовольствия. Делиться не будем. Обсасывая каждую косточку, получаешь истинное удовольствие. и запах, и вкус. Это нечто. Закажите и попробуйте. И тогда рыбу в магазине вы уже никогда не будете покупать. Хотя бы просто попробуйте. Ай! Какой запах! Какой запах изумительный! Рыбка вкусная, но вкус жареного пузыря не сравнится ни с чем. Интересно, а кто-нибудь из вас делает так, ребят? Очень вкусно! Ссылочку, где можно купить рыбку у фирмы фишка я оставлю под видео. Рыбка... Взжет